Интел Челлендж Они хотят шоу. Будет им шоу. Ковальский готов? Вас понял. Начать операцию Рико Старт. Бинго. Смотри, что вы творите. Вот это жоп. Миссия выполнена. Хватит улыбаться и махать, парни. Это 5. Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения, результат очевиден. Невероятное шоу визуальной производительности. Умный, и это видно. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Трансляцию матча Intel Challenge представляют... Главный технологический партнер... Корпорация Intel... И генеральный партнер турнира... Компания Asus... Айрокул... Партнер проекта Intel Challenge... Играй и побеждай с Айрокул... Ну что... Они хотят шоу... Будет им шоу... Ковальский начать операцию... Хучи Стар... Думаю, с этого начнется наша сегодняшняя трансляция... Еще раз всем привет... Тафа в студии Киберарена ТВ... У нас два матча... Сегодня будет ярких... СК ВП... Ребят, два матча... Потому что там еще... Куча видео должно появиться у нас сегодня... Ночью... Точнее... На нашем канале YouTube... На нашем сайте... Поэтому тут еще у нас будет... Очень веселая работа... Но перед этим мы должны разобраться с тем... Кто же все-таки круче... Искали Virtus.pro... Два матча в группе будет сыграно между этими командами... Ну и, наверное... Наверное, очень многое решится... После этих самых двух матчев... Сначала начнем на карте Virtus.pro... Это у нас карта, как вы видите, DDoS 2... Почти все ребята уже зашли на сервер... Уже 10 человек... Да, все зашли... Там прописывают себе уже ники... Я быстренько вырезал Virtus.pro... Тут клан-тек... Клан-тек команды СК... И идет такой себе уже... Вармапчик... Вармапчик... Еще раз напомню... Ребята, вы смотрите трансляцию на стрим-канале... Киберарена ТВ... Сайт наш Киберарена ТВ... Но это также официальный сайт... Intel Challenge... Восьмой сезон сейчас идет... И у нас второй групповой этап... Уже просто финишная прямая... Перед ландфиналами... СК, Virtus.pro и ESC... Три команды в одной группе... Ну и Virtus.pro еще ни одного матча не сыграло... СК выиграла один матч... У ESC... И в принципе в этой группе был сыгран только один матч... Группа из трех команд... Кто-то тут у нас уже остался за бортом... И в общем... В общем тут остался нам группа А и группа Д... Если честно... Потому что там уже... Уже понятно... Наверное все ясно... Что будет в остальных группах... Ну наши средства связи... Это чат Киберарена ТВ... И конечно... Конечно же... Наша мирка... Киберарена ТВ на QuakeNet... Так, я ребят... Все читаю... Пинг спрашивают... Сейчас посмотрим... 23, 24, 15, 16, 9... Это пинг... Шведов... И 43, 39... Ну больше... Больше... Почти два раза пинг у Virtus.pro... Не больше 46... Самый большой пинг у Mitty Hutch... ТАФ нет кнопки HDSD... Ребят, знаю... Вот пишу об этом... Вот видите... Вот появилась надпись... Видите... Low Quality Streaming Restarted... Я его еще раз растартовал... Но что-то он не растартуется... Так... Дай свой ID ВКонтакте... ТАФа ЮА одним словом, ребят... Поэтому в принципе все тут понятно... Как ты думаешь, кто выиграет? Ну не знаю, кто выиграет... Давайте смотреть, кто выиграет... Мы сейчас в принципе с вами увидим... Быстренько обнуляем счет... Поехали... Пошла игра... Где звук? Ну что... Смотрим... Virtus.pro... Атакует... Начался матч... Чуть не провтыкали... Вообще начало... Но все... Чат уже меньше читаю... Во время игр... И привет не передаю... Удачи командам... Ну и... Я думаю, больше удачи понадобится команде Virtus.pro... Потому что мы за них болеем... И очень душевно... И сердечно... Переживаем... О, поменяли... Клан Тег... После раунда поменяю, ребят... Я Клан Тег на ники Virtus.pro... Они быстренько его все поменяли... Перед матчем... И Далпан уже принимает игроков парочи... Ставит хэдшот Майсу... И проблемы... Проблемы у ВП... Митя комбинирует в центре... Пытаются выйти... Зиг... Смотрит мидл... Кебахин ушел смотреть длину в этот момент... Все правильно... Чтобы не поджали... Трое попытаются продавить Далпана и Фейсу... Далпана 15... Фейс пошел на замену... Фейсу выбивают голову... И Далпан красный... Разменяли Робана... Вот так отлично... Три в три у нас команды играют... Далпан красный на подкате... Была хаешечка, я думаю... Есть хаешка... Не долетела... Нет, это была хаес Респа... Это была Контровская граната... У Далпана 5... Его чуть своя же граната не прибила... Улетает сейчас... Ой, боже, что происходит... Один игрок остается... Кебахин минус 2... И Форест 1 на 1 остается с Кебахинем... Форест сотый в парыче... Бомба еще... А бомбу, по-моему, не успеют поставить... Успел... Что-то с таймером случилось... Оба, оба перезаряжаются... Подбирает... Тут два... Ха-ха-ха... Я даже не успел прокомментировать... Форест начал... У него закончились патроны... Как и у Кебахина... И тут такие мансы начались... Просто у Фореста под носом лежало еще два Успа... Там мертвых тел... А Кебахин не успел... Не сообразил... Там высокие скоростя, конечно, были в этом раунде... Мало ХП... И он не рискнул... Пытался уйти... Но его добили... Ну, как-то... В принципе, ничего страшного... Сейчас, да... Меняю быстренько тег... Я уже сказал, что я его поменяю... Вот тут ребята просто зашли с одним клан тегом... Потом что-то решили, что нужно по-другому... Им писать название команды... Virtus.pro... Вот так вот... Ну и в принципе, почему бы и нет... Хорошо, добавим клан тег... Вот они все... Хакер Хуч... Эвил Майс... Кебакин... 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 Да, Кебакин... Вот такая команда... В Virtus.pro нынче... Ну, поехали... Болеем... И переживаем... За наши команды... А я быстро проверю, что там еще раз со стримом... Как он работает... Потому что некий троллято пишет, что он лагает... Возможно... Такое возможно... Но не у всех... Такое всегда возможно, учитывая наш советский интернет... Есть бай... У Virtus.pro в парочи... Сняли роба на хучной длине... Ого! Смотрим за продолжением... Что может быть дальше? Кемпендинг... Вот что может быть дальше... Ооо... Ну это вообще... Нет... Все, все, все... Пендинга нет... Продолжаем смотреть за гитрайтом... Он на B1 сейчас играет... ВП выходим на длину... Там Фейс делает минус... Майс был далеко от куча... Майс должен добить... Добил... Добил Майс... Отлично... Смотрим дальше... Смотрим карту... Форест в РСП... Дулпан пошел на длину... Кебакин... В центре... Форест на бусте... Дулпан на длине делает минус... На бусте... Форест дает минус... Да что за... Что ж за невезение... Такой кебакин делает еще один фраг... И у нас ситуация 2-2... Б план пустой... Туда перетягиваются игроки Virtus.pro... Очень важно... Очень важно взять раунд... И все сотые... Ну Эвил 97... Считаем тоже, что он сотый... Ну... Да, по времени Форест успел... И сейчас в более выгодной позиции находился... И Эвилу теперь уже трудно выйти из-за ворот... Тут два... Два кольта шьют... Увидели, что он переместился на сектор... Посмотрите... Ну тут конечно Эвил должен демки мувики делать... Этого не происходит... И это второй раунд для шведской команды SK Gaming... Ну вот... Вот такое тоже бывает... Да, ребят, сейчас пробую SD... Ну что-то оно вот... О, SD заработало, ребят... Смотрите, SD quality включилась... Жмите кнопочку refresh... И все будет... Все будет работать... Так что... Так что SD пашет... Кто-то пишет, пахнет 16-0... Тут... Этим даже не пахнет сейчас... 16-0... Эко с глоками в middle... Тут в принципе... В принципе я думаю, конечно... В этом раунде не так много шансов УВП... Видите, они уже... Уже почти все шансы и умерли у команды... Ну ничего... Хакеры хуч... Хуч последний с глоком... Ну ничего страшного... 3-0... Сейчас будут покупаться девайсы... И все будет... И все будет жестко... Все будет жестко... Я думаю... Ребята в форме... Ребята... В общем, мне нравится этот состав... И я думаю, что от него стоит многого ожидать... Если... Если... Если кто-то там сомневается... Я думаю, что сейчас ребята своей игрой докажут, что они умеют намного больше... Но учитывайте пинг в два раза больше у команды Virtus.pro... Тут либо датский сервер, вряд ли шведский... Ну хотя бы очень на шведский похож... Фейса 9-10 мильков... Честно... Ну... Скорее всего... Тут я знаю... Что... Не знаю... Датский... Наверное, датский все... Шведский это было бы вообще не то... Пальто... Размен на длине... Далпан с ВП в мидле... Кого-то уже... Прищелкнул... Кто это был там? Жертва Далпана... Майс... Попал... Далпан уходит с центра на длину... Смотрите... Двое на длине... Парыч пустой... А Форест близко к мидлу... Он тут... Человек-ухо слушает Парыч... Принимает мидл... Ну и вообще это Форест... Поэтому... Понимаете, что тут могут быть проблемы... Он дал флэш... Смотрите... Начинает чекать... Просто на отца пошел... Тут никого из-за атаки нету... Никто не контролит... Ой... Длина поджимается... Хуча с подсадки сняли... В банке... Ну что же такое... По одному убивают игроков ВП... Пытаются вытащить раунд... Форест сейчас в центре щелкнет Кибакина... Вот видите... Кибакин не ждал... Нестандартная позиция у Фореста... Была... Вот он... Он Форест просто... Вот он не вышел... Не стал как обычный чувак здесь за ящиком... А он стал под углом немного... Но и не в воротах... И просто выбил мозг... Из игрока российской команды... Но еще есть шансы... Два в три... Пытаются пробить Б... Вот надо окно сейчас снять... Там дэмэджа Форест получил очень много... 10 хп осталось... И Далпан не промахивается... Конечно... Тяжело играть... Когда там с той стороны... Какой-то рыцарь джедая находится... Который просто каждую пулю в тебя попадает... У которого пинг лучше... Вот видите... Пропрыгнул чувак... Пропрыгнул... Минус отдал Пана... Ниндзя какой-то... Вообще... Опасно... 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 Все в этом матче... Очень опасно... 4-0 в пользу искал... Теперь уже начало посерьезней... Теперь уже начало посерьезней... И матч такой... Не слабый... Но у ВП... Самое противное... Что у ВП сейчас ничего не получается... Вот это очень противно... Это очень плохо... Мы это не любим... И вообще... Конечно... Печальненько... Ну... Что поделать... Так... СД качество работает... Поэтому проверяйте у кого-то младен на HD... Нажимаете кнопку HD... Там появится СД... И там все будет ясно... Эко быстренько прошло... Виртуз Про... 5-0 в пользу шведов... И конечно... Тут такая вот... Ситуация непростая... Вообще ситуация такая... Что ВП... Нужно будет... Они ни одного матча не сыграли... То есть у них в группе будет... Там так как 3 команды в группе... У них будет всего 4 игры... Во втором групповом этапе... И все 4 игры против шведов... Вот 2 матча сегодня сыграют с СК... И еще 2 матча останется с ЕСЦ... Знаете при таком раскладе... Ну... Нужно как-то выиграть 1 матч у ЕСЦ... И потом на 2 картах обыгрывать... Обыгрывать команду ЕСЦ... Хотя это тоже будет непросто... Там ребята дикие, бешеные... Ну знаете... Это под силу хочу и команде... Ребятам нужно просто вот... Заиграть тот Counter-Strike... Который нужно играть... В принципе мастерства уже там... Должно хватать... И команда может прогрессироваться... И... Прогрессировать и улучшаться... Все там есть... Ну что... Смотрим... Плюс 1 для АВП... По-моему вот тут уже пора брать первый раунд... Форрест с Гитрайт вдвоем играют... Мидлбэ... Конечно опасная там комбо-связка... Фейс, Робан и Делпан на А... Тоже такие... Непростые ребята... И знаете... По-моему надо чуть-чуть скорости... Добавить ребятам из Virtus.pro... Они пока халдят в Парыч... Сюда уже третьим Форрест пришел... Гитрайт уже Б отдал... Ушел Мидлбэ... Как бы все читают... Робан на длине уже поджал Хуча... И сейчас... Ну что... Пошел Парыч... Смотрим за Робаном... Парыч пошел... Робан снимает Хуча... И... Ну тут хоть май снял... Боже мой... Форрест прошивает СРСПА... Такая ситуация, что... Что ничего не поделать... Кибакен... Ну у него больше ХП... Вот как-то он Эвила оставил... Эвил пошел снова... Там чекать длину... Но опасно... Опасно стоят ребят... Но как-то... Ой молодец Кибакен... Кибакен... Молодец... Буду его Киба называть... Кибакен... Робана 9... Надо брать... Ой-ой-ой-ой-ой... Шьет Робан... Там красный наш игрок был... Сколько ХП? Все... Нисколько ХП... Минус Эвил... Один в один... Кибакен... Молодец... По башке Робану... И наконец-то первый раунд заходит... Заходит команде... Виртуз Про... Да есть же... Да есть же Виртуз Про... Наконец-то... Взяли первый... С этого все и начнется... Ну что... Давайте дальше смотреть... Мне кажется тут... То ли еще будет в этой игре... Виртуз Про сейчас могут... Могут... Ну пора бы уже... Сколько можно говорить, что могут... Вот так вот надо мочить Делпана... Хакер в баню сразу же... А то стоит там шведская ВП... И все к нему боятся туда залезть... На... Привет от хакера... Называется... Операция Хакер Стар... Началась... Ковальский... Начать операцию... Тафа закомменти по-украински... Тафа не говорит на украинском языке... Сколько можно... Он учится... Тафа все понимает... Но практики... В Восточной Украине... Поверьте... Вы никак не сможете попрактиковаться... Украинскому языку... Это все равно что поехать во Львов... И то же самое... Там пойти... Попрактиковаться в английском... Минус от Робана... Минус от Фейса... Хуч в центре... Так... Минус от Хуча... От Хакера прыгнуло... ХЛТВ 3 в 2... Большинстве... Хуч мидл вышел... Митя отдался... Отдался Гитрайту... Ну как так вообще... Ну решил так... Поднапрячь там шведов... Кибатин пошел... Один в парыч получил... Ну не надо по одному... Ребята... Вот да... Видно не хватает тимплея... Все у вас будет... Главное не ходите по одному... Главное вместе... Главное по размену... Тогда будет намного меньше... Тупых отданных раундов... Ну... Ну же Virtus.pro... Вы... Ну я верю что вот этот состав Virtus.pro... Должен что-то показать... Хотя... Знаете... Ну вот... Такая уж судьба у Virtus.pro... Если вы Virtus.pro... То вы лучшая команда России... И никого это не... Не волнует... Да... Скажем так... Поэтому давайте смотреть... Поэтому давайте смотреть... Что хакер 1-2... Он сделал первый фраг в этом раунде... Он убил Делпана... И он должен тащить раунд... Да есть же ж... За воротами... Минус Робан... Гитрайт выходит из Тэшки... 1 в 1... 90 у Гитрайта... У хакера 49... Смотрим за... Гитрайтом... Он смотрит окно... И просто... Ну просто... Слишком просто... Очень просто... Ну зачем же ж такое... Делать не просчитал немножечко... Хакер рисковал... Понятно... Но не в нужный момент... 6-1 в пользу СК... Так... Проблемки... Напомню... Что следующая карта... Между командами будет Тускан... Тут решили сразу 2 тура отыграть в один день... Было много... Переносов... Поэтому... Ладно... Так... Операция Хуча началась... Кибакен... Начать операцию... Ну... Сейчас посмотрим... Вообще... Начнется здесь операция или нет... Здесь операция Форест... Понимаете... 14-3 по фрагам у парня... И... Вот ты что ему скажешь вообще... Эко... Эко на мидле... Снова от Виртузпро... Ну не идет атака... Не идет... Вот очень хорош... Вот... Действительно... Что стоит вообще... Наверное в этих матчах... Вообще в матчах с командой СК... На что стоит обращать внимание... На то что как парни играют в защите... Да они кривни в атаке... Ну полукривни... Они конечно сильная команда... Ну... Если брать топовые команды... То... У СК... Все таки... Я бы не назвал бы что у них самая лучшая атака... Но как они стоят в защите... Это конечно это... Проблемы... Вспомните хотя бы... Вот тот самый матч... Когда... Нави играли на Дримхаке... Там решающую игру Инферно... И просто разбились об этот диффенс... Ничего не смогли Нави сделать в атаке... Может быть конечно там была проблема в атаке Нави... Но непонятно... По башке уже дали на длине хакер... Хуч... Хорошо там поджим пытались играть СК... За Аркадили... Но неудачно за Аркадили... Всех перебили... Пять против двоих... Вот он второй раунд команды Виртузпро... Ну наконец-то... Минус от хакера... Далпан один с ВП... Ну тут уже понятно сейчас... Три дула уже в него смотрят... Его шьют... Прошлили... Хуч... Пробил ему голову... Молодец... Митян классно прошел... Ну что по-моему... По-моему действительно... Ну что... Кибакин... Начать операцию... Хуч... Стар... А лучше Митя Стар... Митя... Митя... Давай как старая добрая... Включаться пора... С самого начала нужно Виртузпро... Виртузпро включаться... Уже и так много отдали... Надо тащить... Надо тащить... Ну... Конечно тут надо по грамотне играть... Команда СК... Тут чисто суть в том... Не то что они там... У них там супер нашифрованный диффенс... А просто там стоят на приеме... Такие ребята... Которые... Ну... Которым... Вот знаете... Незваные гости... Они нежелательные... Там конечно разбиваются головы... И Форестом... И Гитрайтом... И Далпаном... И Таиробаном... И Фейсом... Они не промахиваются... Вот в центре сливают Эвила... С подсадки на... Дальше пошел кто-то в парыч Майс... Рядом с ним куча... Вот... Вот видите... Хотели прокинуть гранату... А здесь уже вышел Далпан... И снял Майс... То есть... Ну вот... А что... И тут становится вопрос... Что нужно было делать... Бежать вдвоем уже вливаться в парыч... Либо вот кидать эту гранату... Вроде бы все правильно сделано... Но знаете... Вот настолько быстры в защите СК... Что вот... Ну... Тяжело с ними играть... Ну конечно и ВП... Тут надо еще тренироваться и тренироваться... Но как бы... Как бы смотрим... Все ли все еще будет... Еще будет вторая половина... Еще будет АВП... Хакера... АВП Мити Хуча... Думаю в защите... Как бы надо... Надо работать... Но... Но правда вот сейчас-то еще тяжело... Один в пять... Посмотрите на ХЛСы команды СК... Тут конечно с ВП... Тяжело... Причем он один в пять... И Далпан уже ждет у вас буста... Вот тут сидит Далпан... Сейчас увидим... Подпрыгнул... Увидел... Хакера шьет... Хакер не попал мы видим... Не попал у второго... И теперь просто сам себе подписал смертный приговор... Его уже окружают... Уже фей со спины... Зашел... Минус фейс... Так... Заднего... А... И вот тут уже конечно Форест... Просто выходит с префайером... И выносит... Выносит хакера... Восемь-два... Да... Тяжеловато... Что пишет в чате... УП тактика тараканов... Они сразу разбегаются по карте... Их давят... Дайте что-то... Вот... Какой-то смысл в этих словах... Возможно есть... Но как бы... Как бы... Не совсем так... Вот смотрим... Какая тактика УВП... Вот сейчас девайсы есть... Тро перед длиной стоит... Хакер смотрит поджим миддл... И долпан идет на поджим миддл... И делает минус... Ну... Как так... Вот и снова... И за ним кто побежит... Все... За ним никто не побежит... Все боятся... Потому что там... Вблые шведы стреляют по головам... Надо больше уверенения... Надо больше уверенности... Больше экшена... Смотрите... Долпан на приакцентр... В это время уже длина... Двое поджимают... Вообще устроили беспредел... Эвил ждет... Ну сейчас выйду... Вот смотрите... А куда Хуч полез? Молодец Эвил... Дал два хэдшота... Ну... Хуч получил... И уже три в три... Хакера снимают... Что это за раунды вообще? Что? Что такое? Что происходит на карте? Кто-нибудь объясните мне... Алло... Скорая... Скорая... Мне нужна помощь... По-моему у меня глюки происходят... Ну непонятно... Непонятный контур-страйк... Даже цереспаут... Видите... Они могут подойти к своим дефолтам ВП... Они не могут подойти к тому моменту... Когда они начинают свою раскидку... Делать свой раунд... Ничего... Их просто им ломают всю игру с самого начала... И это конечно очень плохо... Но это в последних раундах... До этого как бы все... Было бы и неплохо... Но там были проиграны все дуэльные ситуации... Так... Звони Вилату... Пусть таблеточки подвезет Virtus.pro... Ну... Таблеточки DTS... В конце концов так и не помогли... Так... Эх... Старый бы состав... ВП... Какой старый вообще? Ну... Просто... Вот... Крот... Вот... Комяк... Крум-крум-крум... Шмяк-шмяк-шмяк... 10-2 в пользу СК... Вот как бы... Как бы описать бы этот матч... Я даже не знаю... Вот это... ВП не совсем ВП пока что... Точнее... Что-то... Что-то надо придумать ребятам сейчас... Как-то надо менять игру... Как бы ничего страшного... Первый матч... Может быть еще... Ну... Скан убьем этих СК... Может быть еще и на Дасте поборемся... Ну... Вот просто первая сторона сейчас... Я ничего не хочу говорить про команду Хуча... Они всегда вот эти вот ребятам не нравились... Вообще... Молодцы... Но что-то у них не получается... И это нас просто расстраивает в первую очередь... Никто не хочет троллить Виртуз Про... Все хотят чтобы Виртуз Про затроллили команду СК... Чтобы так происходило всегда... Вот в чем прикол... Когда будем смотреть конкурс демотиаторов в группе Нави... Как-нибудь попозже... Тут... Тут... И так вот у нас... Живой демотиватор сейчас происходит... 20 лет в Аркаде... Смотрим за Форестом... Мэвил идет сам в центр... Нет, не идет пока еще... Пока не идет... Форест идет к нему... Как-то вот... Как-то и слов нету... Так, центр занимается командой Хуча... Ближе к воротам... Спускаются в Т-шечку... Похоже готовится сплит Б в последние секунды... Смотрите, сейчас СК будут читать... Сейчас СК будут читать... Сейчас уже начинается смещение... Сейчас либо Фейзер шевелится... Либо Дулпан... Зашевелились оба, понимаете... Дулпан прокидывает гранаты в пары... Сейчас Кебакинин там отжаривает... Чтобы он там слишком не напрягал... Фейз смотрит длину... Сейчас будет замена... Сейчас Дулпан уйдет уже туда в центр... А Фейз заменит его на пары... Так, вот эти... Гитрайт минус на Б... Нет, замена на А не произошло... Там и так все справляются... Сейчас на Фореста выход... Вот смотрим за Форестом... Вот Дулла торчит... Вот Дулла уже получает по голове... Прыгнул ЛТВ... Форест минус 3... Ну... 22-4 у Фореста... То есть... Ну, как-то... Что-то как-то вообще тяжело... Тяжело идет игра... Плюс 18 фрагов у Фореста... Плюс 18... 22-4... Просто фантастика... Что сдает Фореста? По-моему... Он забил... Играть в линейку... В World of Warcraft... Не знаю, во что он там играл... Во много игр играет персонаж... Супер талантливый игрок... И начал тренироваться... Минус 2 от Роба нас ХЕ-шек... Кибакин там повоевал... Вышел с парочи... Даже не без войны к вам пробежал... Ему дают флешки... Он еще успеет поставить бомбу... Нет, не успеет Дулпана убивать... Да... Не дали поставить бомбу... 12-2... Ну и тут, конечно, можно сказать, что... Могу сказать, только одно... Игра провалена... Он в ВОВ играет... Афа, это про Фореста... Да, ВОВ играет... Молодец, конечно... Красавчик... Но как бы... Как бы, да... Вот видите... ВОВ ему не мешает... Хотелось бы, конечно, получше... Ну, ладно... Будем ждать лучших времен... Минус от Хакера... Хорошо, Дулпана... Там минус 0, который пытался ворваться в мидл... Робан побежал пару часам... Понимаете, позволяет себе все что угодно... Тут, по-моему, даже половина... Вот половина моментов... Чисто по психологии... Тут психологически что-то сломалось... В начале игры... Вот у игроков Virtus.pro... По-моему, потеряли они суть матча... Что-то расслабились... Вот был, кстати, в центре игрок... На прицеле возле... Это был Детрайд, который в РС перетянулся... Смотрите, что делают из К... Они все не отдают Б... Идут все на А... Плант на Б... И я надеюсь, Кибакен не побежит на другую точку... И сейчас будет сплит Б... Хакер, да, перетягивается... Майс разводит Парыч... И Форест жмет... Форест жмет... Форест идет вперед... Посмотрите, вместе с Фейсом... Они идут продавить Парыч... Они понимают, что они в меньшинстве... Что их сейчас могут развести... Просто выходит Форест... И уже... Одну голову отбил... Хуч минус 2... Хорош Митян... Минус от Гитрайда... Минус Хуча... И Гитрайда 1 в 3... Последний раунд... Ну, должен он быть за Virtus.pro, ребят... Но надеемся, что Virtus.pro покажут достойную защиту... Соберутся, как-то парни будут тащить... А мы понимаем прекрасно, что пинг в два раза больше... Но... В то, что ребята могут... Могут и смогут затащить... Ну что, минус от Гитрайда... Минус Хакер... Уже минус 2, кстати... И я уже начинаю немного... Дико улыбаться... Меня дико перекосило только что... 13-2 в пользу СК... Это что-то... Что... Что случилось вообще? Что происходит? Я уже вызывался у него скорую... По-моему, надо, по-моему, еще раз крикнуть... По-моему, надо еще раз крикнуть... Что... Скорая... Скорая, выручи... Принесите мне 10 таблеток вообще... Я не понимаю, что... Что-что так все дико... Не, ну понятно... Вот... Тоже можно троллить... Точнее, команду Virtus.pro... Но зачем ее троллить? Ну... С каких причин? СК выиграли DreamHack... СК убили всех... СК убили Na'Vi... СК убили МТВ... СК похоронили просто Фнатиков... На пяти картах за три дня... И они сейчас просто в супер форме... А ВП только... Которые только недавно там... Перешли под новый клан Тех... Новый парень... Плюс там еще... В общем, ладно... Пока без каких-либо комментариев... Забираем раунд у Virtus.pro... И... Начинается вторая половина... Пусть играют... Пусть играют... ВП... Команда хорошая... Теперь уже... Конечно... Надо ждать... Но ждать недолго... Потому что как бы... Под тегом USR команда отыграла не один год... Надо Митю Хучу просто собираться всей силой... Настраиваться на... Хотя бы полгодика Counter-Strike... И настраивать своих ребят... И я думаю спонсоры... И те люди, которые стоят за командой Virtus.pro... Они обязательно поддержат игроков в любом начинании... Пусть тренируются... Пусть тренируются... Тренируются больше... А Хуч уже вышел с пароча... Дал минус... Его поджимают... Майс дает... Дает Хе... Дает флэш... Хуч дает Хе... Ну вот Майса подставил немного Митян... Не то что подставил... Майс не ушел сам... Нарвался на флэш... Ушел... 18... Как-то там горем... С горем по парам вышел... Форрес с длины... Дал минус... Минус от Хуча... Минус дел пан... Ну что 3 в 2... Ну не отдать... Один Гитрайт... Остался против троих... Убить его... 29 хп осталось у Гитрайта... 71... Хакер... Майс... 18... Хибакин... Со... 100... 100... Хибакин видел как убежал Гитрайт... Видел как он прошел на длину... И как бы сейчас надо смотреть длину... И Хакер пошел смотреть длину... Ушел на баннер... Вот... Ну что за беготня... Ну... Ёп... Парасетэ... Что за... Что за беготня... У Хакера было 70 с чем-то хп... У него осталось 4... Как он так перестреливался с Гитрайтом... Не понимаю... Который стоял с длины... Стрелял в него с Глока вообще... Ну что... Почему он не стал в том ящиком... И не смотрел в пиксель... Что происходит вообще... Ну видимо может быть думали... Что ушел на Б... И нужно было быстро переместиться... Либо быстро быть готовым к ЛПБ... Ну... Ладно... Ладно... Главное чтобы этот малыш... Сейчас снова не убил троих... Ну уже не малыш... Уже взрослый довольный парень... Вот минус 1... У Хакера 4... Вот он Кибакин сотый... Фух... Хакер... Молочага 4 хп... Не промахнулся... Минус 2 от Хакера... Минус 3 от Метик... Хуча 13-3... Доезжишь... Ну что это камбэк вообще... Это камбэк или нет... Будет ли Тащилова от команды Virtus.pro... Будут ли они играть нормально в этом матче... Мы узнаем... Ближайшие раунды... Давайте смотреть... Им нужна тактика улиток... Тараканы не действуют... Не... Французские улитки это тактика... Которая выносит мозг... Кстати... Многие команды так и играют в атаке... Это последние секунды... Ходят налево... Направо... Назад... Вперед... Два по три на Верочку... Особенно на карте Денюк... Там улитки и на Инферно... Вообще рулят... Принимается Экараунд Virtus.pro... 14... 13-4... Принимается Экараунд команды СК... Команды Virtus.pro... И вот как бы... Как бы пока 2-0 в защите... Знаете, пока все хорошо... Еще раз сольют сейчас... Я думаю, что шведы... Не будут они напрягаться... Бешеная бабушка будет под флешку... Смотрите... Это, по-моему, бешеная бабушка... Нет? Кто остался на РСП? Дупан. Зашевелился. В фейсбуке шведском он сидел. Да, это бешеная бабушка. Под флешку полетели двое... Остальные остались... Даже не напрягались... Шведы на этот раунд. Они просто пошли и отдались. И Бакин там... Минус 3... Плант лежит... Центр ревел... Все хорошо... 13-5... 3-0 в защите. Ну, как бы... Как бы... Так, в принципе, идет игра... На второй половине. И, может быть, что-то из этого получится. Ну, как бы... Попытка номер один. Попытка номер один. Первый оружейный раунд. Второй половины. И сейчас проверим, что сделает СК. Гитрайт 1 в Тэшку. Туда подлетает хуч. Там сплит. По-моему, зажим будет. Эвел прошивает. Май заходит в хороший, кстати, раунд. Молодцы. Вот это... Мне больше всего такой раунд нравится. Зажимы на Б. Когда там дым на воротах. Один игрок с ворот на Б прошивает. Второй с Тэшки залетает. И еще чувак жмет Тэшку. То есть 3 человека задействовано. Ну, блин... Очень эффективно. Очень красиво. Вообще вот такой мне элемент игры. Я не назову это там тактикой. Либо чем-то. Это просто один элемент такой. Налет. Поджим Тэшки. Все. Ушли. Разошлись. Перестроили. Все. Сделали поджим Тэшки. Хуч на Стариксе. Любимый у меня ящички остался. Двое в парочи. Май смотрит центр. И как бы отдали длину. А длину проходит. Эвил сейчас видит. Отдает флэш. Отдает хадей. По-моему, он собирается влетать в дым. Шьет спуск. Шьет подкат. Робан 39. 63 фейс. Подсадка в планте. Смотрим. Эвил. Давай. Ооо. Я так всегда. Вот так всегда. Обычная подсадка заканчивается. Не знаю. Сколько раз не смотрел. Сколько раз сам не делал. 50-60 процентов ты получаешь в пачку. Так. Дулпан. Робан. Ну как так. Ребята. Минус 4 дулпа. Ну вы это сами видите. Минус 1. Минус 2. Да ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж такое вообще. Шьет спуск. Шьет подкат. Хрум-хрум-хрум. Шмяк-шмяк-шмяк. Не в натуре. Вот стихи из чата мне пишут. Ну такое. Знаете. Вот поломали сейчас экономику ВП. На последние деньги ребята играют. Есть ВП у Хуча. Есть АВП у Хакера. И смотрим. Та в мидле стоит. И АВП на. И АВП на Б. Да. У Хакера. А выход для НАТО. Там Эвел и Майс уже воюют. Минус Майс. Эвел в Яме насилуют. Что ж так. Что ж так. Что ж так. Что ж так происходит. Непонятно вообще. Просто. Именно. Шмяк-шмяк-шмяк. Вообще. Полный шмяк-шмяк-шмяк. От команды СК. Ну. Как бы. Ребята. Виртуз Про. Что-то надо делать вообще. Что-то надо решать. Как-то надо играть. Что-то надо придумывать. Как-то надо перестраивать матч. Понятно. Что это одна из самых сильных команд против вас. Но. Команды Виртуз Про. Там. Митя Хучин. Тоже один из топовых в мире игроков. Да. И остальные. Вот. Вся молодежь там подтягивается. Играет не хуже. Как бы. Я думаю. Чисто думаю. Что тут дело все в психологии. Большей степени. Конечно. Мастерство. Праки. Тренировки. Возможности. Команды спонсорства. Но вроде бы сейчас Виртуз Про. Все-таки. Вроде бы вышеду Виртуз Про. И я думаю. Там поддержка должна быть. Хотя. Я до конца не знаю. Что происходит. Как происходит. Может быть. Ребята там. Так как лето. Решили отдохнуть. И только вернулись в отпуск. И только начали готовиться. То есть. Ну. Кто его знает. Вообще. С Митей не общался. Если честно. С Хучом. Поэтому. Каких-то комментариев лишних. Как команде Виртуз Про. Делать не будем. Имеем то что имеем. Имеем счет на табло. И в принципе. Все что нам нужно знать. А остальное не важно. Ну что. Здесь матч поэтов. Команда СК Гейминг. Здесь уже в принципе. Трудно говорить о чем-то. О каком-то камбэке. Но смотрим. Хуч на спуске. Диглэй Фамаса. На последние деньги. Вот все что осталось у команды Виртуз Про. И идет Аркада Парыч. Минус от Фейс. Оставится хэдшот. Вообще ничего не нашифровали. Просто залетели в четвером Парыч. Катка там тоже идет по Парычу. И. Видите. Решение было правильным. Минус 3. Минус 4. Минус от Кибакина. И он последний. Умирает в полете. Очень быстрая игра. Первый матч СК Виртуз Про. Счет игры вы видите 16-5. Как бы. В Наталл Челлендж не играются 30 раундов. Играются 16. Поэтому. Поэтому мне интересно. Почему ребята не выходят. Ну. Выходить им не надо. В принципе. Сейчас проверю. Ход сейт текст. GGGG. А. Нет. Все. Сейчас тут будет change level. Я пока что выключаю звук. И. Делаю stop start. И мы уходим на некоторую рекламную паузу. Не то что рекламную. Музыкальную паузу. Так ее и назовем. Время. Субтитры делал DimaTorzok